Давайте будем переключаться на другие вещи. Давайте, да, на серьезные, на вещи, которые вот хочется обсудить подробнее. Да, в нашей студии, что, бизнес-тренер, коуч, как это красиво звучит, Юлия Овечко. А мы говорим, Юлия, доброе утро вам! Доброе. Поговорим на тему, вот какие вещи можно брать на прокат, да, а какие не стоят, если их брать по отношению к этикету, вот, относиться. Ты вообще о вещах, да? Да, да, какие вообще стоят, какие не стоят вообще. Угу, здесь расширить хочется сразу понятие «вещи», потому что вот заметила, вы сейчас сказали, перейдем к другому. Есть свое, есть другое, чужое. Как только мы начинаем это делить, это тоже относится к своему, к чужому. И это приходит к нам с самого воспитания, с самого детства формируется. И поэтому здесь, отвечая на вопрос, зависит, есть в этикете определенные нормы и правила, но в каждой семье, в каждой культуре, в каждой компании свое. И нужно учитывать эту норму. Поэтому однозначно, вот так, как было в Советском Союзе, что все общее, таких правил у нас не введено. Есть защита прав, да, и авторских прав, есть защита имущества, то, что установлено законодательством. Но сегодня мы говорим больше про психологические такие моменты. И здесь тогда нужно разбираться, в каком контексте интереснее будет посмотреть. Может быть, ну, какие-то вещи, да? Может быть, давайте поговорим про телефон. Часто просят, например, телефон позвонить или, например, вот планшет. Например, он у меня в редакции есть, ну, пускай. Это такая вымышленная ситуация, но все-таки. И коллегам постоянно он нужен. И они его просят у меня, ну, вот им нужно как-то. Ну, вот быстренько написать там что-то или что-то выложить, какую-нибудь картиночку. Ну, минуточку, дай вот такая вот ситуация. Здесь вот нормально ли им просить, нормально ли мне отказать? Как думаете? Просить всегда нормально. То есть лучше заходить, когда ты входишь в пространство, спрашивать. Позвольте, разрешите, мне сейчас для того-то важно сделать вот это, вот это и перейти в пространство. То есть всегда, когда мы нарушаем, мы спрашиваем разрешение, а можно ли в твое пространство зайти. Другое дело, если это происходит регулярно, то вопрос к тому, а какие правила вы ввели? Допустим, вы можете озвучить свою позицию, мне некомфортно, давайте договоримся, что вы не... Сейчас возникает вопрос в том, что часто мы не устанавливаем это правило относительно своего чужого. Из-за этого на работе и происходит конфликт. А как мне им объяснить? Вы понимаете, мне не жалко, ну пользуйтесь, что он там, сотрется что ли от этого, но там моя личная... Я же не буду там говорить, у меня там секретные фотки. Ну вот как-то... И здесь это как будто оправдание, да, секрет? Из-за чего? Иногда не надо говорить причину, есть правило. Давайте договоримся, что я вам не даю, чтобы вы и не рассчитывали. Сразу, то есть без оправдания говорю, извините, я не буду давать. Да, это мое правило, меня так воспитали, вообще неважно по какой причине, и если не сильно прям близкие отношения, которые будут залазить в душу, они чаще всего и говорят, ну все окей. И привыкают к этому, и это быстро забывается. Когда этому не уделяется особое внимание. То же самое, как и ребенка, когда воспитываем, да, если ему не акцентировать на это внимание, что что-то особое, какое-то страшное, просто сказать, как правило, он принимает и дальше с этим живет. Вопрос в том, что у нас культуры вот этой адаптации к новому коллективу, к новой сфере какой-то, часто нет, и мы не договариваемся о правилах, о решении конфликтных ситуаций, о том, что мое, что не твое. А если ты попадаешь вдруг случайно в коллектив, где говорят, о, привет, Валера, а ты знаешь, а у нас тут, например, вот кружки все общие, где там твоя, давай, и очки, дай-ка поносить, у нас всегда всем давали, ну то есть они сообщают, вот у нас такие правила, у нас тут все общие, Валера, поздравляем, что ему делать тогда? Это про корпоративную культуру, либо вы это принимаете, либо не принимаете. Потому что у каждого из нас вот это вот ощущение энергетику, про энергетику до этого говорили, да, мы привязываемся к вещам. И есть то, что мы считаем своим, допустим, кто-то считает своим страну, да, патриотизм, это же тоже про свое. И если матрешку обижают где-то за границей, там решили, сожгли, у нас прям сердце там йокает, и мы пойдем разбираться. Это же сильная принадлежность, вот докуда у тебя достает энергетика, где твои щупальцы. И поэтому если, для Валеры, да, очки, это его. Ой, это вообще, это я. Все, здесь мы озвучиваем свои правила и определяем границы. И заходим в те поля, где наши границы соблюдаются. О том, как соблюдать границы, этому прям важно учить. Особенно границы личной, личного пространства, личных вещей. И важно у ребенка это сформировать с самого детства. Потом у взрослых часто это перерастает в какие-то вот страхи, ограничения, когда мы боимся. Вот это вот страх сказать. Страх сказать нет. Да, да, да. Я вспомнил ситуацию в школе, возможно, да и она, в принципе, до сих пор существует, только не уже в школе, а в жизни. Когда говорят, мы идем все на пикник. А говорят, что брать, давайте. Каждый берет свое все, что вкусное, любит есть. Ну, понятно, я взял. Я взял любимую колбасу свою, нарезал, все, отдал. А потом, когда мы приходим на пикник, что они говорят? Выкладывайте все на стол. Да, да, да. Я говорю, а я так это же не ем. А смотрю, а моей колбасы уже нет. Просто и съели. Как вот так? Это вот такая же ситуация получается. Да, и здесь вопрос уважения к личному пространству другого человека. Это то, что важно пребывать. К сожалению, у нас культура еще молода в этом плане. Уважать собственность. То есть, если посмотреть на другие страны, есть культура, где прям это внедряется с самого детства. Так как мы росли в культуре, где все общее. Коммунизм, социализм и все остальное. И мы сейчас с вами живем на грани того, когда вот молодые, по ним уже сильно видно, что они формируют. Вот это мое. Не трогайте. Они более жестко отстаивают границы. А мы еще такие, это же общее. Как твои? Да, и мы сейчас на грани вот этих культур, из-за этого возникает трения много. И сейчас в переходном периоде, как и всегда в переходном периоде, лучше всего озвучивать правила. Это если самый краткий, простой пример. Заходите и озвучивайте правила. Как себя вести в конфликтах, как мы будем разрешать, если мне что-то не нравится. Как мы будем нарушать свое чужое, как мы общаемся, взаимодействуем с друг другом и когда. Ну вот это вот основные правила, которые мы согласовываем. Потому что это относится к нашему времени, к нашим эмоциям. То есть это же тоже наше. Ну да. Да, уважительно, неуважительно. Если я сказала, я устал, оставляем ли мы человека. Или мы там пытаемся, нет, давай. Давай взбодрись, взбодрись, Валера. Давай, давай. Эти эмоции это тоже на. Тема такая хорошая, но время у нас ограничено, Юленька. В нашей студии бизнес-тренер, коуча Юлия Овечка, которая нам сегодня немножко подсказала все-таки, как нам поступать в той или иной ситуации, если нам это не нравится, свое и чужое относительно этого. Признавайте сразу. Если вам это не нравится, скажите, пожалуйста, давайте не трогать это вот, это мое там и все. И тогда быть честным, тогда быть порядочным. Очки не трогайте. Да, только очки мои не трогайте. И мою колбасу, которую я принес на общий стол. Это моя колбаса.